Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Добрый день у микрофона Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии Николая Барсукова, депутата Кировской городской думы от партии «Коммунисты России». Соответственно, секретаря областного отделения данной партии. Николай, добрый день. Добрый день, уважаемые товарищи. Слушатели, вы можете задавать вопросы гостю особого мнения через специальную форму на нашем новом, подчеркиваю, сайте эхокирова.ру. Правый верхний угол, пожалуйста, заходите. Вот сейчас мы во второй половине дневного разворота активно обсуждали инициативу соцпроф запретить. Вот в очередной раз что-то нам, россиянам, пытаются запретить. Запретить работать нам по совместительству, подработку искать. Все это под соусом преподается забота о нашем здоровье. Но вот специалисты, которых мы обзвонили, говорят, ну а что, у нас по трудовому законодательству человек вправе решать, где ему работать, сколько работать и так далее. Лишь бы он чувствовал себя комфортно в плане материального положения, обеспечивал свою семью. Согласны, что тоже не совсем толковое какое-то предложение? Конечно, конечно, я точно так же не соглашусь с ним. Сам занимаюсь подработкой частенько, то есть и занимаюсь и несколькими направлениями деятельности, как вы прекрасно знаете, и студенческие отряды, и лагеря, и партия. Так что тут, если я бы занимался чем-то одним, то, наверное... Вот я бы запретил законодателям что-либо запрещать. А вы бы что запретили? На уровне города, на уровне области, на уровне страны. Интересный вопрос. Запретить, наверное, не думать головой. Совершать бездумные поступки. Совершать бездумные поступки. Плюсом, почему-то мы все последнее время стали мерить именно деньгами, уже выросли в то, что у всех главное в уме деньги, а не именно какая-то социальная направленность. То есть поражает просто нас вот этот вопиющий случай в Кемерово. Который чуть позже обсудим? Обсудим, да. Ну, хотел бы в первую очередь, конечно, выразить соболезнования всем жителям Кемерово, всем, да всем россиянам, потому что такой вопиющий случай, это не должно таких вещей происходить в нашей стране. Ну, и стоит признать, и стоит смириться, что подобное, риск подобного, да, может быть в любом месте, потому что подобных торговых центров, наверное, в любом крупном российском городе в последнее время было понастроено. И сейчас вот появляется информация о том, сколько там нарушений было и так далее и тому подобное. Да, хотелось бы, чтобы таких случаев не было. Накануне состоялось очередное заседание пленарной городской думы. Давайте проинформируем, Кировчан, что было интересного, что важного, возможно. Потому что, согласно каких-то опросов, жители нашего города мало что знают о работе гордумы. Ну, вот я специально сегодня взял повестку, тут у нас было практически 18, даже, наверное, не включено два еще пункта, то есть 20 пунктов повестки нашей деятельности думы. Конечно, в первую очередь, это какие-то технические моменты, изменения, там, внесение изменений в бюджет города Кирова. Технические, но все равно важные. То есть, важные, конечно, необходимые, ну, например, такой нетехнический вопрос, это передача Кировскому областному государственному автономному учреждению дополнительного образования центра творчества на Спасковь безвозмездное пользование помещений. То есть, я считаю, что правильно и положительно это необходимо, помогать всем общественным организациям, социально ориентированным. Ну, то есть, поддержка. То есть, они там смогут расшириться или что? Ну, там, просто технический вопрос у них закончился, но все равно, я считаю, что вот именно поддержка, чем возможно, помогать именно социально ориентированным НКО необходимо. Вот. Ну, технический водоканал, конечно, подведение итогов, результатов рейтингового голосования по выбору территории муниципального. 18 марта, да. Да, то, что мы все голосовали за те, что мы будем в первую очередь благоустраивать наше формирование современной городской среды. Вы, кстати, голосовали без проблем. В одном месте можно было проголосовать и за президента, и за благоустройство. Да, да, да. Ну, городские власти, да, озвучили свою позицию, они довольны, что почти 50 тысяч кировчан, да, поучаствовали. Спасибо всем, кто участвовал в этом голосовании. Что еще важного? Ну, наверное, предложение, которое вы тоже включили в первый вопрос. Да, да, я вынес, собственно, вот это предложение. Глава Кировской администрации Илья Шульгин предложил увеличить максимально установленную законом сумму административного штрафа для юрлиц, ну и так далее, и так далее. В общем, речь идет о том, что подрядчики никогда недобросовестно выполняют свои обязанности по очистке, например, дворовых территорий и других территорий, чтобы наказывали их более крупными штрафами, денежными взысканиями. Поддерживает это предложение? Да, поддерживаю, и тем более здесь как раз и технику безопасности о соблюдении буквально два дня назад у нас сорвался с крыши, да, слышали рабочие, остался жив. Но это сам работал на стройке мастером, прекрасно представляю, как их крыши чистили, что, конечно, необходимо следить за своим здоровьем, заставлять даже зачастую рабочих, бывает сложно, чтобы они пользовались страховкой, но вот это необходимо, то есть это вот как одна из мер. Плюс, конечно, то, что у нас происходит с этими же сосульками. Неоднократно звучали у нас эти слова в студии, ну да, давайте штрафы увеличим, кто оплачивать-то их будет? Мы? Те, кто оплачиваем коммунальные платежи? Нет, это штрафы юридических лиц. Нет. Ну, если с этой точки зрения... Ну, смотрите, управляющая компания, юридическое лицо, да, на нее накладывается вот штраф, если он будет увеличен, то где деньги-то взять? Естественно, это та оплата, которую вносят собственники, так? Я правильно понимаю? Ну, здесь, я думаю, что надо... Какие или какие-то еще должны быть источники. ...подходить с этой точки зрения, здесь ведь есть максимальное и минимальное, и поэтому штрафовать и должностных лиц, которые не следят за этим, в первую очередь, повышение обоих частей коснется, и как должностных лиц, так и юридических лиц. Поэтому я считаю, что, ну, по крайней мере, не всегда, может быть, это необходимо исполнять на все 100%, я имею в виду самую максимальную сумму, но, по крайней мере, ну, какой-то стимул может быть для юридических лиц, что в следующий раз может быть и больший штраф. Кстати, как сейчас оценивать состояние с уборкой улиц, тротуаров, дворов? Очень активно идет ситуация, то есть, ну, по крайней мере, считаю, что позитивная налицо. Ну, мне, кстати, удивил день, мы после 8 марта, когда вышли на работу, это 11? Да, где-то. Да, 11 или 12, ну, ладно, несутся, я выхожу из дома, иду сюда, в редакцию, смотрю, ну, ничего себе, и тротуар чистится, и крыши там, да, сосульки налить, отскребается. Ну, порадовало, конечно, что сразу после таких продолжительных выходных работа такая закипела. Ну, ладно, сегодня, между прочим, пленарное заседание ОЗС, вот, да, областные депутаты в настоящее время заседают. Первым там в повестке дня был, значился начальник УМВД по Кировской области Константин Селянин, он с отчетом о работе полиции за прошлый год. Вот как полиция у нас работает, как вы считаете? Я считаю, что полиция, чем меньше мы ее видим, тем, значит, лучше она работает, в принципе, и чем меньше адекватных каких-то резонансных дел, это говорит как раз о профилактической работе полиции, я считаю, что работает удовлетворительно. А, кстати, недавно ведь перед вами, да, депутатами начальник городской полиции выступал, да, и он говорил, что снижается количество патрулей, проблема районка Минтерн, где нет даже пункта, где находится бы участковый. Насколько, на ваш взгляд, серьезная тема? Ну, я считаю, что вопрос финансирования всегда серьезный, тем более, что не хватает людей, но, опять же, активнее надо использовать и такие, как формы ДНД были в Советском Союзе, то есть использовать, привлекать сочувствующих граждан, и поэтому я думаю, что здесь очень много еще перспектив для развития. Привлекать по желанию или все-таки в добровольном, принудительном порядке? Ну, конечно, все-таки по желанию, потому что если человека заставили, то какой от него эффект будет. Кстати, я в последнее время начал замечать, что у нас девушек, дружинников стало прибавляться число, нет, не замечали? Видел, видел, то есть часто. Ну, в центре, конечно, мы видим, что очень много ходят и дружинники, и полицейские. Я понимаю, что на окраинах, конечно, сложнее, потому что и территории большие, и не хватает людей, но я думаю, что справятся. Ну, и, в частности, такой вопрос сегодня в ОЗС рассматривается, или уже рассмотрено присуждение Николая Михайловича Лепатникова, президенту Ведско-торгово-промышленной палаты, звания почетный гражданин Кировской области. Как известно, в конце прошлого года ему исполнилось 70 лет. Вот поддерживается? Ну, я не могу не поддержать одного из командиров, студенческих отрядов командиров областного штаба, и тем более он немало сделал и в помощи нынешним сейчас отрядам, когда мы начинали. То есть мы с ним очень честно, активно работали, он помогал нам и советом, и делом, и работой с предприятиями. Так что, конечно, я с точки зрения и командира областного штаба поддерживаю, но человек достойный, я считаю. Сейчас у нас небольшая пауза будет. Я напоминаю, что это особое мнение Николая Бурсукова. Депутата Кировской городской думы, фракции «Коммунисты России». Единственный человек во фракции по понятным причинам. Небольшая пауза и продолжим. Продолжаем наш разговор с Николаем Бурсуковым. Вот как раз упомянули о трагедии в Кемерово. Вчера был общенациональный траур. Николай, кстати, для вас было ожидаемо или неожиданно, что на следующий день, вернее, не на следующий день, а во вторник уже, да, после трагедии, она была в воскресенье, в Кемерово прибудет президент Путин. Да, ожидаемо, потому что он участвовал всегда в таких больших резонансных ситуациях. То есть, если помните, везде практически присутствовал, поэтому я думаю, что это было ожидаемо. Вполне, да? Да. Должны ли, на ваш взгляд, сейчас уйти в отставку или должны быть каким-то образом уволенные областные власти, городские власти, я имею в виду Кузбасс, Кемерово? Ну, я думаю, что в первую очередь здесь надо разобраться с ситуацией, потому что, в принципе, это не только там происходит, то есть это практически ситуация у нас по всей стране с торговыми центром. Системная, да? Системная, поэтому здесь всех или, так сказать, ну, надо смотреть, надо разбираться правильно. И Бастрыкин сказал, что необходимо в первую очередь разобраться. Ну, вот по Тулееву, да, сейчас, якобы, вопрос будет решаться. По Тулееву, да. Отправлять ли его в отставку или не отправлять? Он уже руководит регионом уже больше 20 лет, да, с 97-го года. Да, практически, ну, помню, участвовал в президентских выборах достаточно. Да. Активный был кандидат и немало за него голосовало, так что. Путин назвал основной причиной этой трагедии преступную холодность и разгильдейство. Хорошие слова подобрал. Я соглашусь, потому что зачастую у нас вот это часто и происходит. Люди при участии в строительстве точно так же к этому относятся, я имею в виду, когда на момент там согласования и так далее. Ну, вот по своему примеру скажу, когда нам в 15-м году передали в безвестное пользование лагерь имени Гагарина, первым делом мы что сделали? Мы пригласили проверяющие органы, то есть тот же МЧС, тот же Роспотребнадзор, и сказали, что в первую очередь вы нам скажите, что нам необходимо какие меры принять, чтобы привести этот лагерь в чувство. Доходится он, напомню, тогда? В Зонихе. В Зонихе. Конечно, это влетели в копеечку, но дети – это самое главное у нас в жизни. Поэтому, чтобы избежать трагедии, мы готовы всегда выполнять все требования таких органов, как МЧС. По стране сейчас, да. Поэтому я хочу сказать, что в этих же моментах мелочей не бывает, и вот этот момент зарабатывания денег на чем угодно – это точно так же неправильно. Любой, в принципе, я как строитель представляю, что любое здание, даже промышленное, всегда можно перестроить в рамках необходимого формата. То есть продумать все пути эвакуационные, продумать все, что необходимо, чтобы сохранить здоровье детей, ну и просто граждан. 20 человек и взрослых погибло в данном вопиющем факте. Поэтому я считаю, что надо, в первую очередь, заботиться о людях в нашей стране. Вот после пожара в Зимней Вишне появилась информация о том, что в Кемерово не так давно, несколько лет назад, сгорел тоже дотла еще один крупный торговый центр. Это, по-моему, по продаже стройматериалов или мебели, и в итоге выяснилось, что там была смонтирована система автоматического пожаротушения. Банально трубы водопроводные не были подведены. Представляете? Разгильдяйство. Да, согласен с вами полностью. Сейчас по всей стране, как известно, пошла волна проверок торговых центров, кинотеатров и так далее и тому подобное. И вот наш губернатор Игорь Васильев, тоже руководитель торговых центров, собирал, попросил, давайте работать, мы должны заботиться. Это бывший экс-депутат Гордумы Алексей Кузьмин высказал мнение о том, что это опять приведет к росту коррупции. То есть за определенные суммы будут решаться вопросы, подписываться и так далее. Предположительно. Я считаю, что в принципе не должно быть роста коррупции, потому что такая ситуация должна в первую очередь и собственников тоже привести к мысли, что на этом экономить нельзя. Надо в первую очередь выполнить все необходимые требования, о чем я уже рассказывал, как мы действовали. То есть точно так же пусть даже сейчас, но эти все требования выполнить и привести в необходимые нормы. Но ведь это не исключено, что кого-то потянет из руководителей именно вот таким образом решить вопрос. Как я уже сегодня говорил в передаче, что мы сейчас все свели на деньги в нашей стране и культ вот этого золотого тельца, он достаточно сильно выделен. Поэтому именно, если рассматривая там, о чем мы там и в предвыборной кампании однократно говорили, что там в Советском Союзе у нас отношение было совсем другое, нежели сейчас у нас. Ну, почему это все-таки, на наш взгляд, повторяется-то из раза в раз? У нас, к сожалению, такие трагедии происходят с определенной периодичностью. Вспомнится ту же хромую лошадь или теплоход на Куйбышевском водохранилище. Ну вот, да, там власть рвет и мечет, пытается навести порядок, пытается найти ответственных, уголовные дела конкретные, принимаются решения судебные. Но это все продолжается и никогда не знаем, где взорвется. Ну вот, как Владимир Владимирович сказал, что разгильдяйство. Потому что, если посмотреть, не только ведь в нашей стране это происходит, а по всему миру такая же ситуация происходит. То есть не мы одни только попадаем. Единственное, что у нас может быть больше времени, это у нас зима, поэтому где-то за границей торговые центры более легкие, тонкие и так далее. То есть там нет необходимости утеплитель, который у нас и горит зачастую. Является горючим. Да, является горючим материалом, когда экономят на строительстве. Поэтому здесь вот именно вот это разгильдяйство не стоит исключать. Потому что мы уже смотрели, и я точно так же ситуацию смотрю по телевизору, наблюдаем, что часто очень экономят, заменяют не те строительные материалы и так далее. То есть это мы знаем, я сам строитель, прекрасно представляю, что люди готовы ради финансов идти на какие-то неправильные меры. Хорошо, продолжаем нашу беседу. Николай Барсуков, депутат Кировской городской думы от партии коммуниста России. Вот сейчас как раз к делам партийным хочу перейти. Итоги выборов президента 18 марта с вами обсудить. Максим Сурайкин, лидер коммунистов России, как известно, набрал 68 сотых процентов голосов. И вы сказали, что недавно вернулись из Москвы, где обсуждались итоги выборов и планы на будущее. Итак, вот позиция партии по поводу такого результата. По поводу такого результата, конечно, мы полностью с этим результатом не согласны. Потому что по нашим прогнозам результат был другой. Прогнозом или данным? Ну, данным, потому что мы частично проверяли, у нас были наблюдатели. Вот если посмотреть в том же Карачаево-Черкесии, то, что произошло, когда у нас более 700 наблюдателей просто силком вытащили с участков и не дали им возможности. Хотя на момент, когда они находились на участках, у нас там было порядка 4%, в итоге у нас там 9,9%. Так что были такие несознательные регионы. Я про Кировскую область ничего не хочу сказать, потому что мы постарались отследить достаточно хорошо. Я, конечно, понимаю, что результат нам бы хотелось выше, и мы его прогнозировали выше. Но я понимаю, что тут две разных вещи. Одно дело голосование за партию, молодую, другое дело за кандидата в президенты. Когда люди немножко тут разделяют вот эту вещь. А в численном-то выражении сколько товарища Максима поддержали? Россиян, я имею в виду 60,68, вот этих сотых. Я видел эту информацию, но где-то подзабыл. 400, по-моему, 300 или 400 тысяч. Порядка 400 тысяч Россиян прогнозировали за кандидата от коммунистов России. Третье от того, что мы имели на выборах в Государственную Думу, когда 1,2 млн мы получили. Поэтому я считаю, что самое главное – это перспектива развития. Мы, если до этого партию коммунистов России слышали и знали, но кто ее лидер, все спрашивали всегда, кто у вас лидер, кто у вас руководителем является, то, по крайней мере, сейчас этого вопроса не стоит после этой выборной кампании. Кто у нас является лидером, кто руководитель нашей партии, что он из себя представляет. Я думаю, что все уже прекрасно это видели. Достаточно яркая и большая кампания произведена была. Причем самое… Участие в дебатах, опять же, открытие. Участие в дебатах, да. Самое дешевое с точки зрения партии всех практически было проведено. Сплатное? Ну, не совсем бесплатное. Дебаты там вроде бесплатные. Дебаты бесплатные, но поездки, прочее, то есть это все равно пришлось какую-то там сумму заплатить. Сейчас не готов ответить в цифровом выражении, но это у нас было на политбюро озвучено, сколько мы потратили. По-моему, очень даже небольшая цифра по сравнению с другими кандидатами. Вот. А голосование в Кировской области за коммунистов России? Ну, за голосование в Кировской области мы по итогам пятое место по стране заняли. То есть, конечно, нам далеко до Набережных Челнов, где наш кандидат получил 7% и занял второе место после Путина. Поэтому первое место по регионам это у нас была Северная Осетия, но в прошлом году у нас там очень была мощная выборная кампания, где, наверное, помните, по итогам этой кампании сняли КПРФ, наш список сняли, мы потом сняли список КПРФ в Северной Осетии. И достаточно как бы яркая, плюс часть, опять же, КПРФ перешло к нам в партию, потому что зачастую это очень часто происходит во многих регионах, как более молодая развивающаяся партия. Вот. Поэтому следующий результат это у нас был Татарстан, опять же, тоже больше почти 2%, 1,68%. Потом Хакайосе, ну и вот пятый мы, 0,85%. Конечно, хотелось бы, чтобы мы были максимально в стране, набрали в Киевской области, но я думаю, что мы будем работать. Чем более активно мы работаем, тем более мы практически участвовали во всех дебатах, которые у нас были в регионе. У нас практически по 5 дебатов в день было, 2 телевидения, 3 радио. Ну там, может быть, ни два дебатов не смогли. У нас команда смогла поучаствовать, мы получили практически 10 доверенных лиц удостоверений, и ребята у нас активно работали. Поэтому мы в рамках того, что нам было оказано помощь именно с агитацией, с агитационной, с газетами, с рекламой, мы это все разнесли, раздали, устраивали пикеты, ну и, конечно же, участвовали в дебатах. Но это хорошая тренировка, и я думаю, что большой задел на будущее, и перспективы как партии. Ну и плюсом мы, конечно, очень быстро собрали подписи. Там проблем, да, у вас, насколько помню, не было. Две с половиной тысячи подписей мы по Киевской области собрали, еще и успели съездить в Москву помочь с проверкой подписей. То есть вот это тоже интересный момент, к которому мы окунулись, как проверяются подписи. То есть там практически каждую подпись вычищали. Конечно, много сделали для себя интересных выводов. Если вы раньше помните, когда собирали подписи, на каждом листе там по 10-15 подписей, мы дошли до 5, а в итоге, когда смотрели проверку, у нас ребята, кто в ЦИКе был, сказали, что самый лучший вариант был этого Юлинского, одна подпись на листе. Тогда, если зачастую были неправильные, например, помарки в проверяющих, там, заверяющих, то сборщиков подписей, то мы сразу теряли 5 подписей. А когда одна подпись, вот это вот достаточно как бы интересно на перспективу, на версть на будущее. Ну хотя в Киевской области нам это еще 3 года с половиной не грязит, до следующих выборов подписи мы не собираем. Но все равно будем работать, будем помогать другим регионам. Сейчас у нас уже наработки есть. Нахождение нашей области в пятерке лидеров по числу проголосовавших за кандидата от коммунистов России, это, можно сказать, что на особым счету у нас будет? Регион. В пример его будут ставить, не знаю, финансирование больше пойдет по вашей линии, по партийной. Да, но у нас и так неплохая поддержка партии. Именно вот наш проект, этот же лагерь, мы в этом году увеличиваем наш лагерь практически в два с лишним раза. Имени Гагарина. Имени Гагарина, да. Если там у нас был один, мы сейчас берем еще соседний лагерь в аренду, который был как база отдыха. И мы его расширяемся. И у нас, наверное, будет... Это мы сейчас не про партийную линию говорим. А там партия помогает. А, и там партия помогает тоже. Я думал, это строитрядовская тема. Нет, это более уже социальный партийный, потому что строитряды такие ресурсы не осилят, потому что все-таки это более ресурсы привлекаемые уже партийные к этому вопросу. И хочется сказать, что мы сейчас идем именно по тому направлению, что все корпуса, в перспективе, которые мы развиваем и будем строить в лагере, они будут самого высокого уровня у нас в области. То есть этот лагерь у нас будет, я считаю, что в ближайшее время лучшим лагерем в области. То есть мы будем делать в каждом номере туалет-душ отдельный. То есть если у нас сейчас, даже мы в лагере Гагарин, когда нам его передавали, там был туалет, ну, как помните, в старые советские времена ездили на улице. Все удобства на улице. Да, все удобства на улице, душ. Мы уже сделали в лагере Гагарин в каждом корпусе по несколько туалетов и раздельных, и душ где-то есть. То теперь мы будем делать это в каждой комнате. Так, подождите, мы это кто? В чем управление-то все-таки? Рекотделение? Да, практически мы это. Ну, не совсем. Кто управляет? Управляет у нас общественная организация студенческих строительных трядов Киевской области. А, ну да, все, понял. То есть мы, коммунисты России, активно участвуют в обустройстве. Да, как один из спонсоров, как один из помощников в этом вопросе. То есть здесь активно участвуют. А, ну теперь понял, да. Давайте сейчас сделаем рекламную паузу. Не можем от нее мы откреститься. И вернемся в студию. Особое мнение. На 101-фм. Это особое мнение Николая Бурсукова, депутата Кировской гордумы от партии «Коммунисты России» и секретаря областного отделения данной партии. Напоминаю вам, слушатели, что есть форма на сайте хирова.ру, для того, чтобы вы смогли задать вопрос нашему гостю. Звонки мы, в отличие от дневных разворотов, здесь не принимаем. Ну, вот такая система. Хотел вопрос вам задать последним, но решил сейчас. На прошлом заседании, ну, прошлое это состоялось вчера, а вот на предвчерашнем заседании, да, это было... Ты говоришь, даже раньше. Или раньше это было. В общем, глава администрации города Кирова Илья Шульгин обратился к депутатам гордумы и попросил озаботиться темой браков и разводов. И попросил вас разработать некий план мероприятий по укреплению семей. Дело в том, что Кировская область входит в семерку регионов страны, где число разводов превалирует над числом браков. Неожиданно для меня такая тема была поднята, очень такая личная, интимная. Ну, раз попросил глава администрации, какие у вас соображения уже есть? Соображения? Ну, вот мы всегда тоже, когда в студенческих отрядах неоднократно обсуждали, чем интересны были советские годы студенческие отряды, что в них как раз молодежь находила друг дружку, когда... Пары образовывались, да. Образовывались пары, да, работали. Потом очень много свадеб было. И зачастую сейчас вот с ветеранами точно так же обсуждаешь. Они говорят, ну вот мы с супругой познакомились в каком-нибудь далеком селе, где мы работали вместе в составе студенческого отряда. Поэтому как одно из средств каким-то образом развивать направление студенческих отрядов? Ну, да, вполне понимаю вас, да. Почему бы не привлекать к этому большее число молодежи, парней и девушек, чтобы они занимались совместным делом, чтобы это им обоим нравилось. И на этой общей почве они, да, долгогодичные союзы создавали. Выезд в регионы, ну, в районы, области. Потому что зачастую ведь в чем интересен студенческий отряд, это когда ребята работают где-то отдельно. То есть они не ходят на работу в Кирове. Например, возьмем, к примеру, да, живут дома и ходят куда-то на работу. Это просто работа. А студенческий отряд, они выезжают в какое-то место дисфокации, где они работают и практически... В равных условиях находятся. Да, и практически круглосуточно они участвуют в процессе жизни. И почему зачастую там и проще привлечь девушек туда? Потому что если обычный строительный отряд в городе, тут девушке сложнее как бы работать, то в районах там есть и медики необходимые, ну, то есть первичный персонал там обычно брали, и повара, то есть более широкий спектр, кто не будет. Сельхоз работы какие-то, да? Сельхоз работы. На земле? Ведь мы, например, зачастую, вот мы когда начинали первый год делать студенческие отряды, мы ремонтировали дом ветеранов, строили, точнее, дом ветеранов, а попутно мы тут же в районе ремонтировали там детский садик, в один год отремонтировали, в следующий год отремонтировали там родильное отделение, потом где-то школе помогли. И поэтому... А там уже работы не такого высокой квалификации, где можно там где-то что-то покрасили и так далее, использовать труд девушек, потому что при большой объеме работы и профессиональной, и там уже больше я, наверное, склонен парней использовать, но здесь есть выходы из ситуации. Поэтому это как одно из средств, я думаю, которое можно очень активно использовать. Ну, а, кстати, глава этой администрации, он ждет от вас на бумаге конкретных предложений, что он что имел в виду, там, мол, помогите, разработайте план мероприятий, или в устной форме выскажетесь на заседании очередном городом. Какое-то прозвучало как предложение. Не, ну, улыбки улыбками, но тема-то действительно серьезная. Тема национальной безопасности и вообще, да, репродуктивистики и так далее, да. Еще бы хотелось узнать ваше мнение по поводу одного показательного очень мероприятия. На прошлой неделе, 23 марта, люди с ограниченными возможностями привлекли к себе внимание, да, они прошлись по улице Карла Маркса от перекрестка с Розой Люксембург, от библиотеки имени Герцена, были приглушены активисты, в том числе инвалиды из других городов. Ну и вот по итогам, да, это наши коллеги 7 на 7 организовывали издание, интернет-журнал и центр «Дорога и добра». Так вот, по итогам был сделан вывод, что очень недружелюбен наш город к людям с ограниченными возможностями. И так, ну, продолжаться не может, потому что в 21 веке этому уделяется одна из первоочередных задач. Да, согласен с этим. И вот та же программа по формированию городской среды современной, она как раз и направлена на то, чтобы обеспечить возможность всем людям участвовать в жизни города и одновременно, чтобы были больше возможностей именно как раз для инвалидов, да, в принципе, даже не инвалидов возьмем, даже там родителей с колясками, да, то есть это сложно ведь тоже точно так же передвигаться по городу. Как родитель, который до сих пор еще с коляской ходит, я прекрасно понимаю, да. Да-да-да, и это все необходимо приводить в правильный концепт, необходимо развивать, я думаю, что это очень необходимое и нужное дело. Возможно, у вас какие-то созреют предложения, которые вы озвучите в Гордуме, потому что, как уверяли нас специалисты, работающие в этой сфере, созванивались мы с тем же городом Воронежем, они говорят, что, уважаемые кировские власти, для этого не нужно очень много денег, там, возьмите какую-то точку, и вы пойдете от этой точки дальше, дальше по городу, где-то пандус сделать, да, где-то сравнять бордюр, чтобы можно было, там, не только на инвалидной коляске, на обычной коляске, да, с ребенком проехаться, то есть, вот, хотя бы начните что-то делать, да, хотя бы начните что-то делать. Для этого, в первую очередь, нужны активные люди, которым неинтересно, то есть, интересно как раз развивать свой город и развивать эту тему, и поэтому самое главное найти энтузиастов, которые это займутся, а я уже вижу, что они есть, поэтому я думаю, что самый главный этап сделан, нашлись энтузиасты. Еще о городском пространстве, недавно была затронута эта тема, дискуссия настоящая развернулась о том, что следственный изолятор на улице Мопро у набережной Вятки нужно убирать, организовывать там какой-то центр современного искусства, выставлять такие прекрасные вещи, а само путь заведения, которое принадлежит УФСИН, как-то будет подысканно для него другое здание, по этому пути, говорили активисты, идут многие европейские города, да, тут не просто СИЗО, это же настоящий тюремный замок, который был построен еще в первой половине XIX века, вот такая культурная тема, насколько вам интересно, актуально для вас? С точки зрения как человека, которому интересна судьба нашего города и развитие именно нашего города, конечно, я считаю, что этот вопрос необходимо поднимать, но насколько он созрел сейчас на данный момент, я, конечно, не готов ответить. Созрел в смысле? Ну, в смысле того, что... Готовы ли все стороны? Готовы ли все стороны, есть ли у нас финансовозможность, да, есть ли у нас финансовозможность. Вот сейчас у нас начинает разрабатываться план градоустройства нашего, будет разработан, вот я думаю, что... Генеральный план вы имеете в виду? Генеральный план, да, генеральный план нашего города, поэтому в рамках развития этого генерального плана надо как раз включить этот пункт в развитие нашего города. И поэтому здесь необходимо, и мы это на Думе обсуждали, что подойти более активно к разработке данного плана и всем, неравнодушным людям, всем предложить свое видение и какие-то свои предложения. А что бы вы еще включили в генеральный план? Обязательными какими-то пунктами? Ну, хотелось бы, конечно... Вот у нас, говорят, точечной застройки у нас вроде как уже нет. По-моему, есть. Ну, в первую очередь, хотелось бы включить, конечно, обход западный. Нашего города, который еще в советские годы был продуман и разрабатывался. Это от нового моста до советского поворота. Вот такой достаточно серьезный. Я думаю, что это было бы очень хорошо, чтобы наш город разгрузил. Плюс, конечно, мост необходим у нас в городе еще один. Третий. Третий. Потому что очень сложно передвигаться. И по городу я имел в виду, что мост и через железную дорогу, которая пересекает наш город Кировкотлос. И, конечно, через вятку. Чтобы у нас каким-то образом все-таки вот эти развязки, чтобы передвижение у нас в городе, меньше было пробок. Я думаю, что эту тоже ситуацию надо кардинально пересмотреть, продумать. Попытались, как мы... Там, напомните, да, простите. Третий томос, где он планировался, это вот по милицейской, да, если туда ближе к реке спускаться? Да, то есть это был план сделать, напрямую связать Киров с Кирово-Чепецком, как я слышал, вот его, по крайней мере, то, что обсуждалось. И пустить там, по-моему, троллейбус. То есть это 10 минут, и мы в Чепецке. Да? То есть это был вот такой вариант. Но если мы посмотрим, там ведь напрямую достаточно близко. Это мы 40 километров едем по дороге. По Кривой, да. Да, 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 по такой обездной. А если это напрямую, то это бы очень сильно объединило наши города. То есть ведь был тогда тоже разговор и с Освободским таким же образом связать напрямую. И у нас бы были такие вот достаточно большой и в перспективе развивающийся город, который может зайти и за миллион. Что там какая-то большая сумма очень обозначена на подготовительный этап к этому генеральному плану, чтобы ревизию провести и так далее. 15 миллионов, по-моему, озвучивали в СМИ. Но все-таки это же необходимо нам сделать хороший генеральный план на много лет вперед, чтобы мы продумали уже все эти ситуации, чтобы не было, как мы говорим, неоднократно неточечной застройки, чтобы это был где какие форматы. И это все равно необходимо привлекать мощные проектные институты, которые... Но которых у нас, как было сказано, нету. Да, у нас таких институтов нет. То есть можно найти только в других городах, в крупных. Завершается на этом особое мнение Николая Барсукова. Без 15,2 на часах. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо большое за внимание. Особое мнение на 101FM